всем привет продолжаем играть fallout и я продолжаю зачитывать полезную информацию из книги совершенный код но начиная с этого видео я буду ну немного изменю сам весь процесс до этого я играл и параллельно еще и смотрел одним глазом в игру одним глазом книгу и короче получалось не очень хорошо сейчас же я сначала пишу аудио потом пишу просто игру а потом сверху накладывают звук этого аудио и должно получиться более-менее нормально более того я еще постараюсь монтировать сверху текст ну поверх видео если будут к примеру по по чтению книги будут какие-то примеры кода то я буду их монтировать эти примеры чтобы так сказать было все все хорошо ну то есть в общем попытаюсь это сделать и посмотрим как она пойдет если пойдет и качество подачи материала и всего остального улучшится то значит значит в этом и продолжим так вот сегодня продолжим главу 23 и под главу инструменты отладки ну главу 23 отладка и начнем с под головы до которой мы дошли прошлый раз называется она инструменты отладки очевидные и не очень ну и начинаем и так отладку можно значительно упростить используя доступные инструменты инструментов способных забить осиновый кол в сердце дефекта вампира еще не существует но с каждым годом они становятся все лучше и лучше утилиты сравнения исходного кода такие как диф там к диф вендиф и тому подобные утилиты полезны при исправлении ошибок если после внесения нескольких изменений некоторые из них нужно отменить но вы плохо помните что именно вы изменяли утилита сравнения исходного кода освежит вашу память указа указав на различие код если вы обнаружили в новой версии кода дефект которого не было предыдущей версии просто сравните соответствующие файлы это инструмент назывался утилиты сравнения исходного кода следующий инструмент это предупреждающие сообщения компилятора одним из самых простых и эффективных инструментов отладки является сам компилятор задайте в компиляторе максимально строгий уровень диагностики и устраняйте все ошибки и предупреждения игнорировать сообщение компилятора об ошибках глупо но отключать вывод предупреждений еще глупее детям иногда кажется что если они закроют глаза и перестанут вас видеть вы пропадете отключая вывод предупреждений вы совершаете такую же ошибку вы лишь перестаете их видеть но их причины не никуда не исчезают исходите из того что разработчики компилятора знают язык гораздо лучше вас если они о чем-то вас предупреждают рассматривайте это как возможность узнать о языке что-то новым стремитесь понять подлинный смысл каждого предупреждения рассматривайте предупреждение как ошибки некоторые компиляторы позволяют рассматривать предупреждения как ошибки одно из достоинств этой функции в том что она повышает важность предупреждений как перевод часов на пять минут вперед заставляет думать что сейчас на пять минут больше чем на самом деле так и указание компилятору считать предупреждение ошибками заставляет воспринимать их более серьезно кроме того эта функция часто влияет на процесс компиляции программ при компиляции и компоновки программы предупреждение в отличие от ошибок обычно не предотвращают компоновку если вы хотите проверить предупреждение перед компоновкой прикажите компилятору рассматривать предупреждение как ошибки стандартизируйте параметры компиляции масштабах всего проекта разработайте стандарт требующий чтобы все участники проекта компилировали код используйте одинаковые параметры иначе при интеграции кода скомпилированного с использованием разных параметров вы утонете в сообщениях об ошибках и сами узнаете что такое интеграционный кошмар стандарт легко навязать создав один общий make файл или сценарий сборки программ так дальше что у нас тут дальше утилиты расширенной проверки синтаксиса и логики существуют инструменты проверяющие код тщательнее чем компилятор так программисты на си могут использовать утилиту lint которая старательно ищет не инициализированные переменные и похожие тонкие прогресс программ но еще такие утилиты называются статические анализаторы кода то есть вы можете их найти в интернете кроме того в разных и дешках среда для разработки или редакторах то есть некоторые редакторы принципе большинство популярных уже включают какие-то статические анализаторы кода так идем дальше инструменты профилирования выполнения программы вам может показаться что инструменты профилирования не имеют отношения к отладке но на самом деле несколько минут потраченных на изучение профиля программы могут указать на некоторые неожиданные и скрытые дефекты например при работе над одной из программ у стива маконова возникло подозрение что метод управления памятью снижает быстродействие программ модуль управления памятью изначально был небольшим компонентом использующим линейно упорядоченный массив указателей на области памяти он заметил линейно упорядоченный массив на хэш таблицу ожидая что во время выполнения кода ожидая что время выполнения кода сократиться минимум вдвое однако при профилировании кода он не обнаружил изменения быстродействия тщательно изучил код он обнаружил дефект в алгоритме выделения памяти приводивший к огромным тратам времени узкое место было обусловлено не линейным поиском а дефектом алгоритм поиска вообще можно было не оптимизировать исследуйте результаты работы работы инструмента профилирования чтобы гарантировать что каждая часть программы выполняется за разумный интервал времени так среды тестирования и леса как уже было сказано ранее ранее это была глава 23 ну это же глава короче в отношении поиска дефектов выделение проблемного фрагмента кода и его тестирование в изоляции от других фрагментов часто оказывается самым эффективным способом изгнания бесов из дефекта из дефектной программы так дальше 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 у нас в качестве инструментов идут отладчики коммерческие отладчики непрерывно совершенствуются и могут значительно изменить ваш способ программирования хорошие отладчики позволяют прерывать выполнение программы на конкретной строке при достижении конкретной строки в н-ый раз при изменении глобальной переменной или при присвоении переменной конкретного значения они позволяют выполнять код строка за строкой с перешагиванием через методы или с их посещением возвращаться к началу дефектного фрагмента а также регистрировать выполнение отдельных операторов в журнале что похоже на разбрасывание по всей программе команд печати я здесь хорошие отладчики позволяют полностью исследовать данные в том числе структурированы и динамически выделены с их помощью легко просмотреть содержание связного списка указателей или динамически выделенного массива они поддерживают типы данных определенные пользователи они позволяют выполнить не регламентированный запрос данных присвоить им новое значение и продолжить выполнение программ вы можете работать с высокоуровневым языком или ассемблер ным кодом с генерированным компилятором если вы используете несколько языков отладчик автоматически выводит любой фрагмент кода на соответствующем языке вы можете изучить цепочку вызовов методов и быстро увидеть исходный код любого метода среди отладчики отладчика вы можете изменять параметры программ лучшие отладчики запоминают параметры отладки это точки прерывания отслеживаемые переменные и так далее и тому подобное каждой отдельной программы лучше запоминают параметры отладки то есть лучшие отладчики запоминают параметры отладки каждой отдельной программы чтобы их не нужно было сдавать заново системные отладчики работают на системном а не на прикладном уровне не влияя на выполнение отлаживаемой программы это важно если вы отлаживаете программу чувствительную ко времени выполнения или объему доступной памяти если учесть все достоинства отладчиков может показаться странным что кто-то их критикуют и все же некоторые из самых уважаемых людей в мире компьютерных наук рекомендуют их не использовать они советуют полагаться на свой ум и избегать инструментов отладки вообще они утверждают инструмент отладки это костыли и что вы решите проблемы быстрее и лучше размышляя о них они опираясь на инструмент они утверждают что при поиске дефектов программу нужно выполнять уме они в отладчике каким бы ни были эмпирические данные суть нападок на отладчики некорректно если инструмент допускает неграмотное применение это не значит что от него надо отказаться было бы глупо запретить аспирин из-за возможности передозировки риск пораниться не заставил бы вас прекратить подстригать лужайку перед домом любой эффективный инструмент можно использовать правильно и неправильно отладчик это не исключение отладчик не заменит грамотного рассуждения но иногда никакие мысли не заменят хороший отладчик наиболее наиболее эффективная комбинация это ясный ум и хороший отладчик ну и ну и глава заканчивается и как всегда в конце главы контрольный список контрольный список тут не вопросов а просто контрольный список по отладке это первых методики поиска дефектов ну и начинаем начинаю их зачитывать формулируя гипотезу используйте все имеющиеся данные детализируйте тесты приводящие к ошибке проверяйте код при помощи блочных тестов используйте разные доступные инструменты воспроизведите ошибку несколькими разными способами генерируйте больше данных для формулирования большего числа гипотез используйте результаты отрицательных тестов используйте мозговой штурм для построения нескольких гипотез составьте список подходов которые следует попробовать сократите подозрительную область код с подозрением относитесь к классам и методам которые содержали дефекты ранее проверьте код который был изменен недавно расширьте подозрительный фрагмент кода выполняйте интеграцию инкременты проверяйте наличие распространенных дефектов обсудите проблему с кем-то другим отдохните от проблемы установите сроки быстрой грязной отладки составьте список методик грубой силой и используйте их так это были методики поиска дефектов теперь методики поиска и исправление синтаксических ошибок не полагайтесь на номера строк в сообщениях компилятора не доверяйте сообщением компилятора не доверяйте второму сообщению компилятора разделяй и влавствуй используйте редактор с подсветкой синтаксиса для поиска неверно размещенных символов комментария и кавычек теперь методики устранения дефектов прежде чем браться за решение проблемы поймите ее не ограничивайтесь пониманием проблемы поймите программу подтвердите диагноз проблемы расслабьтесь сохраняйте первоначальный исходный код устраняйте проблему а не ее симптом изменяйте код только при наличии веских оснований вносите в код по одному изменению за раз проверяйте исправление добавляйте в набор тестов блочные тесты проводят приводящих проявлению имеющихся дефектов поищите похожие дефекты и и и и это закончились методики устранения дефектов и вот последний последние тут у нас общий подход к отладке рассматриваете ли вы то есть это даже вопросы вот вопросы по общему подходу к отладке рассматриваете ли вы отладку как возможность лучше изучить программу аж программу ошибки качество кода и подход к решению проблем избегаете ли вы суеверного подхода к отладке основанного на методе проб и ошибок полагаете ли вы что ошибки допущены именно вами используете ли вы научный метод для стабилизации не систематических ошибок используете ли вы научный метод для нахождения дефектов используете ли вы несколько методик поиска дефектов проверяете ли вы корректность исправлений анализируете ли вы предупреждение компилятора используете ли вы инструменты профилирования выполнения программы среды тестирования леса и интерактивные отладчики ну и на этом на этом глава 23 оканчивается но и новую главу я начинать не буду они одни окончилась тут еще ключевые моменты вот и так ключевые моменты отладка это тот этап разработки программы от которого зависит возможность ее выпуска конечно лучше всего вообще избегать ошибок используя другие методики описанные в этой книге однако потратить время на улучшение навыков отладки все же стоит потому что эффективность отладки выполняемой лучшими и худшими программистами различается минимум в 10 раз систематичный подход к поиску и исправлению ошибок это непременные условия успешности отладки организуйте отладку так чтобы каждый тест приближал вас к цели используйте научный метод отладки прежде чем приступать исправлению программы поймите суть проблемы случайное предположение о причинах ошибок и случайные исправления только ухудшат программу установите в настройках компилятора самый строгий уровень диагностики и устраняйте причины всех ошибок и предупреждений как вы исправите неуловимые ошибки если будете игнорировать явные инструменты отладки значительно упрощают и облегчают разработку программного обеспечения найдите их и используйте но не забывайте что у вас есть еще и голова ну теперь точно все клава закончилась и начинать новую не буду новая глава начнется с нового видео я думаю так будет лучше ну а на сегодня все подписываемся делимся комментируем обязательно комментируйте вот этот вот новый формат так ли точнее стало ли лучше если да то конечно же буду на стараться делать ролики в таком формате то есть записывать отдельно аудио отдельно какую-то там игру чтобы это на фоне все было ну и все такое чтобы улучшить качество подачи материала ну а на сегодня уже точно все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем и все такое всем пока